С нами на связи Мариуш Ковальчик, это журналист Ньюсвик Польши. Мариуш, приветствую вас в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Здравствуйте. Мариуш, ну а в целом, ну я просто спрошу, а как вам визит, как вам переговоры, как вам фонд, соответственно, и как вам результаты этих договоренностей? Визит просто замечательный, просто все хорошо, все нормально и все успешно. Такие первые такие, можно чувствовать, такие первые чувства после этого визита. Было очень много эмоций, очень много деклараций, но только мы находимся на уровне слов, которых наши политики и ваши, и президент Зеленский сказали. Они говорили, что все будет хорошо, что мы открываем новые двери в отношениях между Польшей и Украиной, что Польша будет участвовать в восстановлении Украины, в процессе восстановления Украины после войны. И это очень важные слова, и это очень хорошо, и хорошо, что были эти эмоции, потому что эмоции в политике международной тоже очень важные. Ну, произойдет такой день, что надо будет работать, просто работать, уже без эмоций, уже практически. И я думаю, что тогда могут появиться какие-то проблемы. Как, например, вот последний проблем, транзит зерна через Польшу из Украины, через Балтийское море в Африку и Ближний Восток. Ну, идея была такая, что просто зерна приедет через Польшу, там в портах будут корабли заберуты, это зерна, и все нормально. Ну, получилось по-другому, зерна как бы не доехала до Балтийского моря, где то в Польше оно появилось на рынке в Польше. Цена упала, наши фармеры очень недовольны этому, появились протесты, ну и вот что-то не получилось, да, и уже первая проблема. Что будет дальше, посмотрим. Ну, смотрите, Мариуш, тут есть информация от, как я понимаю, спикера польского правительства, Петра Муллера, который сказал о том, что этот вопрос будет решен, и украинское зерно, в частности, будет перевозить через Польшу в третьи страны, без разгрузки на территории страны. Но если говорить о, знаете, договоренностах и по поводу военной поддержки, президент Украины Владимир Зеленский, он призвал Польшу проявить лидерство в создании так называемой авиационной коалиции, как вам видится развитие вот этого трека авиационного, в частности, и, возможно, с подачей Польши, и вот с этим проявлением лидерства официальной Варшавы в решении этого вопроса в пользу официального Киева. Ну да, конечно, польских политиков и даже поляков не надо им говорить, что оружие Украине очень нужное, и надо Украине высылать это оружие. Мы это все понимаем. Мы понимаем, что украинские солдаты на фронте охраняют тоже и нас. Если говорить о лидерстве, я не знаю, мне кажется, что лидерам в поставлении оружия в Украине являются США, но тут в Европе Польша может быть таким лидером коалиции, если говорить о разные виды оружия. Например, если говорить о самолетах, чтобы передавать самолеты, не все страны хотят это делать, но Польша хочет пойти путем, как это было с танками. То, что некоторые европейские лидеры говорили, что мы не можем передать Украине танков леопард. Польша просто их передала и сказала, что давайте сделайте то же самое. И вот так появилась коалиция, танковая коалиция, как их называют. Я вижу, что сейчас политики и польские, и украинские хотят пойти вот в этой успешной пути, если речь идет о самолетах. Получится или нет, не знаю. Ну, смотрите, давайте о этой помощи и, соответственно, договоренности, которая предполагает, в частности, усиление связей между Варшавой и Киевом в плане усиления украинских таких оборонных возможностей. Укроборонпром и польская оружейная группа заключили соглашение о совместном производстве танковых снарядов калибра 125 мм. Об этом сообщили в Укроборонпроме. Это произошло в рамках визита президента Украины Владимира Зелинского в Польшу. Но из-за высоких рисков российских ракетных ударов по территории Украины строительство завода планируется в Польше. А Украина предоставит свои технологии и высококвалифицированных специалистов с соответствующими компетенциями и опытом, сообщили в Укроборонпроме. Отмечу, что недавно Укроборонпром уже начал производить 125-мм боеприпасы для танковой пушки совместно с одной из стран Североатлантического альянса. Таким образом, предприятие будет производить снаряды для танков сразу с двумя странами-членами НАТО. Мариш, я хотел бы у вас спросить, ваша оценка какой позиции? Есть в целом такой блок, как Североатлантический альянс, как НАТО? И мы как-то говорили о саммите, который прошел в рамках заседания Украина-НАТО. Но если говорить о отдельных членах этого альянса, этого блока, то скажите, по вашему мнению, проявление определенной самостоятельности в решении, как помогать Украине и каким образом. Это играет только на руку вот этим представителям альянса. Я имею в виду, в частности, и позицию Польши. Или все же тут речь идет о точной какой-то, знаете, такой железной связке с тем, как страна может себя вести, возможно, не обращая внимания или просто принимая во внимание определенные позиции самого руководства Североатлантического альянса. Вот по вашему мнению, какова позиция по этому поводу со стороны нынешнего польского руководства? Я думаю, что позиция польского руководства такая, что, конечно, мы не можем как бы делать, что-то делать без договоров с другими странами, НАТО, в том числе США. И мне кажется, что все эти дела, которые происходят, то там есть какие-то договоры, мы о них, конечно, не можем знать. Но я уверен, что ни что в НАТО не происходит вот так, что какая-то страна делает, что хочет. И, например, другие страны не хотят продавать оружие и критически против этого. А вот одна Польша будет продавать это оружие в Украине. Это просто невозможно. Я думаю, что другие лидеры могут думать вот так, что мы не хотим продавать, и с разных поводов, танков или самолетов. Но если Польша хочет, мы не против этого, для нас это тоже полезно, чтобы Украина выиграла эту войну. Но мы не будем официально оглашать, что мы это оружие, правда, передаем. И я думаю, что это происходит более-менее вот так. Смотрите, Мариш, я вот у вас оточню ваше мнение, как журналиста, как обозревателя определенных вещей, которые происходят в рамках этого сотрудничества и в рамках противостояния с Российской Федерацией. А как бы, по-вашему, далее развивалась бы эта поддержка, если бы отдельные страны НАТО, которые напрямую, практически, сейчас не то чтобы граничат со странами такими, как Беларусь или Российская Федерация, вот если бы они не приняли такую позицию, довольно жесткую по отношению к Российской Федерации, где бы мы были сейчас, знаете, в рамках противостояния НАТО, вот той сейчас агрессии, которую Россия развязала против нашей страны, если бы не Польша, если бы не страны Балтии, если бы не отдельные участники этого альянса, то где бы сейчас было бы НАТО вот в этом решении и в готовности, в готовности отбивать эту агрессию и помогать Украине? Как вы считаете? Это не трудно ответить на этот вопрос. Это было бы так, как сказал наш президент, бывший президент Польши, Лех Качыньский, что он сказал это в Грузии, в Тибилисии, что сейчас Грузия, потом Украина, потом страны Балтии, а потом может и моя страна, это были бы сейчас на уровне, ну, Польша была бы почти на уровне войны с Россией, потому что это было бы возможно, чтобы российские танки стояли во Лвове, что это означает для Польши, это означает, чтобы вся наша экономика должна работать на военную промышленность, на продукцию ОРУЖа. Большие деньги, которые мы сейчас тратим, например, на строительство до роки, или на строительство школ, детских садзиков и так далее, они должны были бы идти на оружие, но было бы такое военное состояние в Польше, да, но потом, может быть, другие страны, они узнали, что происходит, и они бы проснулись, но это было бы уже слишком поздно. Смотрите, Мариш, мы уже говорили о лидерстве, которое, по мнению Владимира Зеленского, должна проявить Польша в создании этой авиационной коалиции, давайте о конкретике. Польша передала Украине уже 4 истребителя МиГ-29, еще 4 готовятся к передаче и 6 могут предоставить в будущем. Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил на брифинге, в совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве. Но давайте услышим эту позицию. 4 МиГ-29 из наших складов, которые находились еще у нас, были в течение последних месяцев переданы в распоряжение ВСУ. 4 МиГа передаются дополнительно в последнее время, то есть уже передано 8. Мы готовы, я говорил об этом господину президенту, еще передать 6, которые сейчас готовятся. Они могли бы быть переданы довольно быстро. В нашем распоряжении есть еще самолеты МиГ, которые были модернизированы до стандартов НАТО. Если речь идет прежде всего о связи и вопросах, связанных с тем, чтобы реализовать в миссии Ар-Полиси в рамках НАТО, эти МиГи будут нам пока нужны. Но когда они освободятся через новые самолеты, когда поступят в наше распоряжение как ФА-50 от Южной Кореи, как мы надеемся самолеты Ф-35, я убежден, что в будущем мы сможем передать другой флот наших МиГ-29, если будет такая необходимость. Мариш, вот смотрите, возникает вопрос. Есть позиция, которая говорит о чем? В частности, на уровне Пекина, Москвы, той же Белоруссии, которая тоже с Польшей граничит. Соответственно, усиление поддержки Украины, оно и дальше разжигает этот конфликт. Но видно, что по мнению Анджея Дуды и высшего руководства Польши, наоборот, следует действовать совершенно наоборот. Усиливать Украину таким образом, чтобы ликвидировать российскую угрозу как можно раньше, не допуская непосредственной угрозы у границ членов НАТО. Как вам видится развитие именно этой истории и позиции Анджея Дуды по поводу предоставления авиации Украине? Ну, мне кажется, что Анджея Дуда, полский президент, он прав и он хорошо думает, потому что всякие уступки перед Россией или Белоруссией, это сейчас одна страна, можно сказать. Они там в Белоруссии и на Кремле считают, как просто бессильность какая-то. А тут логично, что если мы помогаем оружием Украине, это значит, что Украина может на Франции противостоять российской армии, а это означает, что российская армия, она тоже теряет свои ресурсы, людей и так дальше, и так дальше. Армия российская, она не будет сильнее, только она будет слабая. И это понятно. И тут нужное оружие, а не какие-то уступки, например, или договоры с Лукашенко или с Путиным, тем более. А скажите, Марович, если мы уже вспомнили о Белоруссии, там же развивается эта история по поводу размещения ядерного оружия на территории Белоруссии. Понятно, что с подачи кремлевского диктатора Владимира Путина насколько возрастает угроза для Польши, соответственно, вот в решении этого вопроса. Как вы считаете? Знаете, это такие страшилки. Страшилки? Конечно, потому что угроза тоже есть и со стороны Калининградской области. Мы знаем, что там есть ядерное оружие. Ну и, например, из России, западной России, то, что ракета может прилететь с ядерным оружием, это никакая проблема. То, что белорусские самолоты смогут взять на борт какие-то ядерные бомбы тактические. Ну, хорошо, но только стратегической ситуации Польша это не меняет никак. А скажите, о чем говорит об устраивании границы польской, которая соединяет с республикой Беларусь, вот по вашему мнению, о чем говорит? Это просто так, наупреждение или Варшава реально рассматривает вариант, что, не дай Боже, конечно, но все же могут развиваться какие-то угрозы со стороны России, понятно, используя территорию Беларуси? Конечно, что могут быть какие-то неприятные ситуации на этой границе и мы об этом знаем уже два года, потому что господин Лукасценка вместе с господином Путином пересылает тут на нашу границу так называемых беженцев из Ближного Востока и из Африки. Ну, это часть таких, знаете, ну, такой хибридной войны, в которую ходят и граждане, и Росиане, и А. Ну, мне кажется, что мы уже и наши службы, и армия показали, что мы умеем хранить нашу границу и будем ее хранить. И только жаль, знаете, этих людей, которые, ну, они гибнут в лесах на этой границе и это большая проблема, потому что, ну, там много людей уже умерло в этих лесах. Ну да, ну да. Марвиш, а скажите, вот если говорить, ну, понятно, что об этой угрозе, то как по вашему мнению, вот близость, близость получается с Россией непосредственно, да, у границ, она как раз и определяет позицию разных стран, потому что получается, что чем далее от, тем меньше ощущение вот этой опасности, вот это, какую роль играет в позициях стран, которые, знаете, напрямую заявляют о поддержке Украины, напрямую заявляют о будущем членстве Украины в НАТО, поскольку для них решение вопроса безопасности на всем европейском континенте не может быть решено без участия Украины в альянсе. Вот как, по вашему мнению, это происходит на самом деле? Ну, конечно, мы это более всего понимаем, потому что мы чувствуем то, что угрозы со стороны России и тут в Польше никто не думает, что загрозы, угрозы со стороны России нету. Ну, я ездил в Европе и был в Испании. Испания далеко от Украины и там общался с людьми. И надо сказать, что большинство людей, с которыми я встречался, они понимают эту угрозу и понимают, что Россия являетесь угрозой для системы безопасности всей Европы. И это большая игра не только между Украиной и Россией, между Польшей, Украиной, Белоруссией и Россией, но это дело для всего континента. И очень важная вещь для всех нас европейцев. Мария, смотрите, во время визита президента Украины, украинской делегации в Варшаву, во время переговора, встречи, пресс-конференции, глава украинского государства выражал, знаете, слова благодарности не только политическому руководству страны, но и в целом всем полякам, которые помогли украинским и беженцам, тем людям, которые с семьями покидали территории, в частности, те, которые непосредственно попали в рамки боевых действий со стороны Российской Федерации. Давайте об этих отношениях поговорим далее. Есть информация о том, что 89% украинских беженцев убеждены, что отношения Польши и Украины в будущем станут еще лучше. Такие данные опроса военные беженцы в Украине год в Польше. Этот опрос провела платформа EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета. Авторы исследования уверяют, что это следствие поддержки Украины и центральными органами власти, и органами местного самоуправления, и предпринимателями, а также общественными организациями, и в целом всего польского народа. Но давайте увидим эти цифры, эти позиции. У многих поляков и сейчас живут беженцы из Украины. Например, многодетные женщины, которым сложно арендовать жилье. Нам известны примеры, когда женщины с севера или юга Украины уже возвращались домой, когда там стало более-менее безопасно. Но зимой из-за усиленных обстрелов и выключений света снова поехали в польские семьи, которые уже их принимали и пригласили переждать сложное время. Анджей Коркус, представитель правления EWL. Ну и смотрите, как отметил Анджей Коркус, такая поддержка укрепляет отношения между странами, знаете, в целом на человеческом уровне. Украинцы видят, как активно Польша борется за Украину на всех уровнях, политическом, военном, а также дипломатическом. Поляки восхищаются греческой борьбой и выносливостью украинцев. Мариуш, ну, знаете, просто ваш комментарий по этому поводу, хотя, знаете, вот я, в принципе, могу предполагать, каким он может быть, потому что и сам могу выразить слова поддержки и большей благодарности всем полякам, которые сейчас помогают Украине и украинцам на всех уровнях. Но прошу вам слово также. Ну, знаете, еще перед вторжением российской армии в Украину в Польше жило много Украинцев. Почти каждый Поляк знал, какого это Украинца или Украинку. Были полские, украинские семьи. Мы Украинцев знали. Когда началося это вторжение, и когда мы увидели на границе много женщин, много детей, ну, просто, как бы, ну, мы знали, что надо помагать нашим людям, которые живут недалеко от нас, они нам близкие. И, ну, просто, как бы это не была другая страна, а как бы, ну, просто, какой-то кошмар произошел, просто, ну, в какой-то полской области, в полском воеводстве. И я думаю, что поэтому не было никаких, ну, никто даже не думал, что помогать или не помогать. Ну, просто горит дом у соседа, надо помогать. И я, ну, надо сказать, что некоторые люди, социологи боялись, то, ну, будут какие-то проблемы, есть и так много новых людей из Украины, украинских людей приедет в Польшу. Ну, они приезжали и они тут очень хорошо интегруют, а дети ходят в школу. Ну, старой точки зрения, конечно, проблемы могут какие-то возникнуть, потому что у нас не хватает мест для польских детей в школах, а некоторые начинают говорить, что это потому, что так много Украинцев. Ну, эти такие проблемы, ну, я бы сказал, человеческий фактор, да, то это называется. А так, ну, живем вместе, и это очень хорошо, и это может быть тоже первый шаг, я думаю, Украины в Европейский Союз, потому что, когда Украина будет в Европейском Союзе, а я считаю, что она будет, ну, это, знаете, уже много Украинцев будет тут жить, не будет в границе, если кто-то хочет приехать из Варцавы во Лвов, поездить на хорошей дороге во Лвов и обратно, и не будет такого большого значения, где кто живет, или в Польше, или в Украине. Ну, просто в нашем мире можно жить и работать, где кто хочет, и каждый будет выбирать. А Украинцы поль Польши будут знать, а старой точки зрения Поляки будут знать Украинцев, и это человеческий фактор, он, конечно, очень важный, потому, когда надо будет там сделать какие-то бизнесы. Да, да, да. Ну, об этом, в принципе, говорил и сам, да, президент Владимир Зеленский. Я знаю, что я могу позвонить моему коллеге Андрею, да, и сказать, у меня такая там проблема, давай будем решать. И он мне поможет. И в другую страну то же самое. Мариш, можете и нам звонить, в принципе, а мы вам, для того, чтобы решать вот эти все вопросы, связанные с общим будущим в рамках европейской семьи. Благодарим вас за то, что присоединились к эфиру телеканала Freedom. Марьюш Ковальчик, журналист Newsweek Польши, был с нами на прямой связи.